Здравствуйте, ребята! Меня зовут Юлия Викторовна, и я веду занятия «Ребка и из-за студии». Рада приветствовать вас на занятии! Сегодня на занятии мы нарисуем с вами вот такой вот ночной пейзаж, а точнее звездное небо. Для работы нам понадобится лист А4, это альбомный лист, лучше всего взять плотный, кисти разных размеров, палитра, акварель и гуашь, емкость с водой, а также тряпочка для кисточек. Начнем. Для начала определимся с расположением листа. У меня будет горизонтальный рисунок, вы можете сделать вертикально, то есть вот так. Рисовать мы будем по-мокрому, для этого берем большую кисть и воду, и начинаем смазывать водой листок. Но слишком много воды не используйте, иначе бумага может размягкнуть, особенно если вы взяли неплотную бумагу. Теперь приступаем к выполнению рисунка. Начинаем рисунок от светлого к темному. Берем желтый цвет акварели и аккуратно наносим на влажную бумагу. На весь лист наносить краску не нужно. Теперь работаем с синими оттенками акварели. Начинаем со светло-синего. Также легко и аккуратно наносим светло-синий цвет на влажную бумагу, так чтобы краска расплывалась. Кисть должна едва касаться бумаги. Полностью закрашивать не нужно, должны оставаться желтые просветы. Напоминаю, краска должна расплываться. Белых просветов не должно оставаться. Напоминаю, только желтые просветы. Белых просветов не долженорошо провести конечности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Белых просветов неNE П αν и Редактор субтитров А.Семкин ания Теперь берем синий темный и закрашиваем по краям, также едва касаясь листью, и краска должна расплываться. Движения должны быть плавными, не забываем оставлять желтые просветы, это свет от луны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тщательно моем кисть Если вы все же использовали много воды, нужно немножко подождать, пока подсохнет акварель, после чего продолжить выполнение рисунка. Сейчас нам понадобится белая гуашь Плавными линиями рисуем очертания облаков Где-то будет видно четкое очертание облак, а где-то будет размытая граница между облаком и небом Сильно прорисовывать облака не нужно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь рисуем звезды Для этого нам понадобится жесткая кисть и гуашь белого цвета Окунаем кисть в краску и набрызгиваем краску на бумагу Набрызгивать можно вот такими движениями с помощью пальчиков Или постукивать другой кистью, как вам будет удобно Кисть обязательно должна быть жесткой Или, например, это может быть ненужная щетка Дополняем все пространство белыми каплями Тщательно моем кисть и убираем ее в сторону Теперь берем тонкую кисть и прорисовываем контур облака Субтитры создавал DimaTorzok Теперь берем гуашь желтого цвета и рисуем луну Я нарисую полумесяц Может быть, кто-то из вас захочет нарисовать полную луну Для этого нужно будет нарисовать круг А те, кто рисует полумесяц, могут повернуть ее вправо или влево А также вы можете расположить луну в любом месте вашего рисунка Кроме нижней части Там у нас будет лес Теперь рисуем лес Для этого берем черную гуашь и тонкую кисть Для начала рисуем деревья Можно нарисовать сначала стволы деревьев А потом прорисовать веточки или иголки Если это ели или сосны У меня будут разные деревья Вы можете сделать только один вид дерева Например, только ели Рисуем тонкие веточки Слишком сильно заполнять рисунок веточками не нужно Должно быть видно небо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как у нас ночь А свет луны спереди И деревья слишком высокие тоже рисовать не нужно Достаточно одного высокого дерева Или, например, у вас все будут низкие деревья Для того, чтобы было видно небо Сначала рисуем ствол Затем веточки Субтитры создавал DimaTorzok А ели рисуем таким образом Сначала проводим линию Это ствол А затем Линиями обозначаем объем елки То есть иголки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иначе будет непонятно, где какое дерево стоит И вы можете перегрузить ваш рисунок Между деревьями должно быть небольшое расстояние Напоминаю, что слишком высокими рисовать не нужно Должно быть видно небо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поправляем кончики елей Слегка заостряем Теперь берем кисть побольше и рисуем землю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не рисуем ее ровной, так как там трава Теперь рисуем кроны у деревьев Для этого ставим отпечатки кистью Полностью закрашивать дерево не нужно Ставим отпечатки только у веточек Должны оставаться просветы в кроне Через которые видно небо Напоминаю, что передний план мы рисуем только черным цветом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тщательно моем кисть Берем кисть поменьше и гуашь белого цвета Для того, чтобы добавить больше звезд на наш рисунок Для этого тонкой кистью ставим точки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где-то могут быть падающие звезды Для этого ставим небольшие линии Между деревьев тоже могут быть видны звезды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Луну можно слегка прикрыть облаком Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой вот ночной пейзаж со звездным нимом у нас с вами получился. Надеюсь, вам понравилось. Присылайте свои работы в нашу группу ВКонтакте. Буду рада увидеть ваши результаты. А то, что будет на следующем занятии, вы увидите на следующем слайде. На следующем занятии слепим попугая. Все, что необходимо для занятия, вы видите на экране. До новых встреч!